Добрый день, дорогие друзья! Мы вас снова приветствуем на YouTube-канале, который ведет Юлия Руфлорида. С вами сегодня Надя Эггерс, я ваш риэлтор в Центральной Флориде, а точнее город Орландо и пригороды этого большого города. Сегодня мы, честно говоря, интересный такой проект сделаем тур по ферме, не ферме, я даже не знаю, что. В общем, здесь зонировано, что можно поставить пару курятничков, барн, то есть можно сделать полуферму. Земля располагает, она достаточно большая, это полтора акра земли. Да, много. Это много. Цена, вопрос цены 345 тысяч. Дом 1973 года рождения. Значит, размер дома 2673 квадратных фут, что в переводе на метраж, 248 квадратных метров. Три спальни, две ванных. Насколько видно по описанию, мы еще это посмотрим, мы еще не были внутри дома, там был проведен какой-то ремонт, новые кухни, новые гранитные поверхности, новые AC, новые-новые, много чего-то новых. Мы сейчас это посмотрим, новая крыша, да, выкрашен, налог 1139, нет HOA, это почему, кстати, можно сделать ферму, например, там сделать несколько курятничков, там баньку поставить, какой-то бизнес здесь можно сделать, потому что это близко к дороге. Да, да, можно какой-то бизнес из этого участка, в принципе, сделать. Находится этот дом в Орландо, на востоке города. Это никакой не район? Достаточно далеко, это минут 35 от даунтаун Орландо езды. Это не район никакой? Нет, просто Орландо. Просто Орландо и все. В сторону Авида, вот так сказать. В сторону Авида, Алафаи, то есть на восток от Орландо. Я, кстати, здесь слышала петушков, то есть здесь у кого-то уже есть курочки. Вообще классно, да, завести петушков, там курочек, яички по утрам собирать, а баньку с мангалом поставить, бассейн какой-то, это вообще, конечно, классно. Давайте посмотрим дом. Мы посмотрим дом внутри, а потом пройдемся быстренько по участку. А потом прогуляемся, конечно. Вот здесь карпот какой-то, видишь, на раз, два, три, четыре, пять. Может быть, у них бизнес какой-то был. Да, можно закрыть, сделать коровник. Какой-то, мне кажется, был бизнес, может быть, автобизнес. Вот, да. Мы, конечно, гадаем. Дом два входа. Написано, что дом сделан из кирпича и блоков. Второй. Вот, смотрите, реально мы такой редко где видим кирпич. Да. Натуральный, неотделочный. В общем, здесь такая верандочка. Кирпич, блоки, да? Да. Кирпич, блок и стака, шуба. Верандочка хорошая, большая, летняя такая, посмотрите. Так, вот мы заходим. Я не могу понять, есть два входа. Не совсем понимаю, какой вход главный. Наверное, все-таки тот вход главный. Мы зашли здесь, это уже веранда. Веранда просто выход во двор. Ну, короче, мы с верандой пришли. Ну, хорошо. Настроено, конечно. Так, давайте, что мы видим? Это будет, пусть будет, это что? Зал. По-русски, да? Здесь опять такая планировка непонятная, да? Вообще, я вообще думаю, что этот дом можно перекрыть на две части, потому что там вход и здесь вход. Может быть, он и был. Может быть, это был какой-то офис когда-то. Соседей, да? Скорее всего, автобизнес. Может быть, там были офисы и здесь офисы. Здесь, на самом деле, мы сейчас посмотрим, если достаточно ванных, туалет и туалета, здесь вообще можно перегородить и сделать дуплекс. Да. То есть, будет два разных тенанта, например, да, жить. Или тенант, ну, арендатор и хозяин может жить, сдавать. Давай посмотрим. Да. В общем, давайте начнем с кухни. Значит, здесь у нас получается кухня. Кухня написана новая. Кухня прилично большая. Ты знаешь? Прилично большая, но тоже красили сами, да, такое. Интересно, что внизу поменены новые. Видишь, новые кабинеты. Да, новые. А вверху это просто старые перекрасили. Это перекрасили. Топорно. Ну, да, сами опять же. Ты знаешь, они сказали, что гранитные поверхности, но это не гранит. Нет, это, конечно, не гранит. Не гранит, ага. Нет, это пластик под гранит, и всё. Ой, везде. Вот это вот, посмотрите, вы увидели и просто ничего не поняли, почему они это не доделали. Вот здесь, смотрите, должны быть дверки и сушилка. Стиралка и должны стоять вот здесь. Вот здесь всё как-то перенесено. Ну, очень странно, очень странно. То есть здесь должны дверки стоять. Ну, на самом деле это, ну, как бы не так сложно будет. Можно перенести, да? Тому, кто купит этот дом, естественно, их правильно выставить, потому что там воздуховод, это всё есть, всё на месте. То есть они как бы переносили. А здесь поставили задвижную дверь. Дверку как и должно было быть. Да, как-то вот просто вот так вот поставили. Вот здесь интересно, смотри. Как будто, знаешь, не доделали, да и всё. И тут, да? Ну, то есть как будто бы немножко... Посмотри, как интересно. Куда они не доделали. Сюда вот камеру, смотри. Это как они выровняли кухню. Нормально. Ты видишь, дощечку? Да, да, да. Досточку положили. Тоже, что ли, русские? Но мы не утверждаем. Мы просто думаем. Ну, хорошо, смотри, холодильник новый. Ну, холодильник у них, да, написано новый. Смотри, реально новый. Ой, хороший какой. Микроволновка новая. Самсунг. Плита новая. Ну, как они выровняли кухню, чтобы она... Да. У них, в общем, кривые полы. Да, видно, кривые, наверное, да. Да, им приходилось подкладывать дощечки. Вот, кстати, да, смотри, сушилка со стиральной машиной. Они вот тоже прям видно, что они новые. То есть они их купили, да, всё поставили, всё это новое. Ну, как-то вот не... Осторожно. Как будто они не доделали, смотри. Слушай, ты знаешь, возможно, они ещё в процессе доделывания. Да. Как бы в процессе... А сколько он выставлен на рынке? На рынке 9 дней назад вышел на рынок. А, ну, вот они решили выставить и доделывать, наверное. Поэтому я думаю, что они ещё что-то доделывают сейчас. Хорошо, давай пройдём. Давай дальше, да, зал такой вообще. Здесь какой-то зал. Вот такой вот зал. А вот здесь, смотри. Это что интересно? Всякие квесты здесь, смотри. Щиток. Ну, это вот так по-старинному щиток выглядит. Электрощит. Окна высоко. Обычно электрощитки устанавливаются в гаражах. Может быть, это, кстати, был когда-то гараж. Да, всё может быть. В общем, здесь потолок под наклоном. Достаточно высокие потолки из-за этого получаются. Высокие. Да, достаточно. Клёпки на потолке, посмотри. Да, это что-то такое интересное и непонятное. Это старинное. Просто взяли и покрасили что-то старое. Нет, я думаю, что это гвозди, и чтобы они красиво выглядели, насадки, головки на гвозди. Наверное, наверное. Вот эта дырка, не могу понять, к чему она здесь. Может, здесь тоже, знаешь, какая-то сушилка стояла или что-то такое. Кто здесь? Сейчас здесь стоит водонагреватель. А, понятно. Водонагреватель. Такая вот кладовочка. Дверка закрывается. Если что. Это что? Можно я выйду, не спрашивай? Точно не гранит. Ну, это тоже такое что-то пластиковое, да. Ну, просто, в общем-то, знаете, старый дом взяли да покрасили. Причём тоже сами владельцы, чтобы, знаешь, никого не нанимали. Всё, сами что-то сделали понемножку в голубенький свет и всё. Ты знаешь, честно говоря, такая цена 345 за такой участок земли большой. Это, в принципе, и дом, в принципе, как инвестиция. Вот я бы, наверное, здесь не смогла, естественно, жить. Ну да. Не представляю, кто бы смог. Ну, как бы, как бизнес может быть, знаешь? Смотри, вот это закрывается. Там своя, как бы, да, эреа. Эреа, да. Одних хозяев, кто снимает. Только единственное, что вот кухню ещё где-то бы здесь поставить. Ну, мне кажется, это труда, это не будет стоить никакого труда сделать кухню где угодно. Правильно? Вот центральный вход. Вот это центральный. Да, я просто с той стороны его не открыла, он был закрыт. Вот смотрите, какой здесь большой зал. Я не знаю, что хотите, то можете здесь и делать вообще. Вот, может быть, для чего-то это очень даже подойдёт. Да, здесь мы уже были, да, это получается мастер. Ага. Отсюда ведёт дверь здесь ванная. Тоже здоровый просто, просто очень здоровый мастер. У вас здесь, кстати, такая, симпатичная, симпатичная ванная, посмотри. А-а-а. Даже что-то сделали. Даже что-то такое, смотри. Даже гранит. Да, более-менее. Я имею в виду поверхность. Ага, и вот смотри, зеркало тут так вот. Более-менее. Вот, вот где гранит. Мы его нашли. Да. Хозяйский туалет выглядит хорошо. Спальня большая, что ты можешь сказать, да? На резкость. Спальня большая, на самом деле. Полочки просто вот так вот идут, да? Ну, такое, знаете, всё, состояние вот как раз-таки 70-х годов. Видите? Вот это они ничего не меняли, ни двери, всё. Это вот зеркало большое, как бы это вот такой шкаф, да? Здесь вот одежду вешать гардеробная такая. И зеркальные двери здесь. Я сегодня разговаривала по телефону с девушкой, которая, ну, звонила, и она мне позвонила по поводу недвижимости с вопросами, и она сказала, что смотрит как бы твой канал. Она так смешно назвала потолочный целлюлит. Да, потолочный целлюлит, обратите внимание. Да. Я, говорит, хотела бы дом без потолочного целлюлита. Я, честно говоря, очень сильно смеялась. Не, ну это прикольно, да. Потому что оно так и есть. Она, говорит, ну так, подкорном называется, а я, говорит, ну так называю. Слушай, ну а что это вот эта комната была, это что такое вообще? Вот ещё одна спальня. Просто ещё одна спальня, да? А там была гардеробная. Или мы что-то пропустили? О, смотри, вот одна гардеробная с дверкой простой, и вот здесь что у нас ещё? А здесь полочки. Ой, ну, конечно, такое всё на любителя редкого. Центральное кондиционирование, тем не менее, здесь. А здесь кондиционер тоже сказали помененный. Помененный, да? Ну, ладно, хорошо. То есть гаража, получается, здесь нет, только вот такой большой карпот, да? Вот. Может быть, здесь был где-то гараж, нет? Не, ну не может быть, потому что здесь кухня каким-то образом стала, да? Мне кажется, они всё перекроили, и здесь, может быть, всё по-другому. Возможно, это даже действительно был бизнес, а не дом когда-то. Ну, та кухня большая. Кухня большая, да. Да, но, честно говоря, планировка какая-то тоже вообще непонятная, да? Вот такая вот. Я думаю, что как навестиция это действительно было бы неплохо. Как инвестиция. Например, бизнес делать. И вот довести до ума действительно, или как бы здесь в какой-то части жить, какую-то комнату закрыть, сделать бизнес. Сделать баньку и сдавать её. И, знаешь, люди приходят, отдыхают. Комнатку закрыть и сделать, чтобы люди переночевали после баньки. По кредиту? По кредиту. Ну, как обычно, да. Стандартно я рассчитала 10% первоначальный взнос. Стандартно 3%, у кого-то будет плюс-минус. Получается, что в месяц чисто по кредиту будет около 1300. Налог, если разделить на 12 месяцев, это 100 в месяц. И 100 страховка в месяц. То есть получится где-то 1500 долларов в месяц, включая налог и страховку. И что ей нет. На 30 лет. На 30 лет. Ну что, пойдём посмотрим участок? Пойдём посмотрим. Самое интересное, ради чего всё это затевалось и что вообще себя включает эта стоимость. Основная не за дом, я думаю, а за сам участок, потому что он большой, достаточно большой. Он, конечно, посмотрите, он не обустроенный, но здесь можно всё сделать очень красиво, если приложить руку и, конечно же, немножечко ещё инвестиций. Там до штрафта есть с той стороны. Да, смотрите, там есть газон с этой стороны. Вот, всё, что вы видите вдоль забора, это идут границы данного лота. Ну вот так. В общем, земли много, для кого-то это плюс. Мне вот, например, земля вообще не нужна была бы. Это же вот я представляю, сколько нужно благоустраивать. С другой стороны, если здесь всё благоустроить, то будет очень классно. Потому что в городе столько земли ты не найдёшь. Всё-таки здесь, это как, ну, только за городом, да, так можно много земли найти. Знаешь, что меня волнует? Я вижу кучу гвоздей. Выйдем ли мы отсюда. Ой, ой, ой. Они просто везде разбросаны. Да. Вот тут, видите, всё с заворотами. Это уже не наша территория. Вот здесь въезд. Ну, в общем, вот тут бак какой-то интересный. А ты знаешь, что это за бак? Это знаешь, что может быть... Сейчас мы до него прогуляемся, смотрим. Вода. Вода. Как-то вот здесь вот этот дрон разложили. Очень часто здесь встречается, что на таких больших участках не паблик, да? Не публичная вода, не центральная вода, так сказать, не центральная вода, а... Памп. Типа памп, да, помпа. Оно тоже новое, кстати, было описано. Ну да, это видно, что новое, да. Видно, что новое. Ну вот, у соседей там более всё обговору. Давай заглянем к соседям. И у соседей так всё миленько, в принципе. То есть есть к чему стремиться. Смотри, и у тех соседей там так миленько всё. Здесь просто, видать, уже давно никто не жил. Поэтому всё запустилось. А тут можно, правда, вот баньку сделать. Вот, может быть, вот это даже что-то такое у них, например. Или банька, или теплица, или ещё что-то, какие-то ремонты они там делают. Вот, посмотри, Надь, ещё одну комнату мы пропустили. Напоследок. Ага, интересно, что это такое. Бонус-рум. Ух ты. Вот она не под кондиционером, чувствуешь? Здесь как бы нет кондиционера. Но здесь вот как будто, знаешь, душевую можно сделать, что-то такое. Или что? Баню, слушай. Вот здесь как раз-то баньку ей можно было бы сделать. Вот. Здесь даже вот воздух такой сейчас, как в бане. На самом деле вообще не будет проблема сделать окна в стене. Да. Да, слушай, для бани вообще, наверное, идеально. Ну или сауна, я не знаю. Баню, наверное, отдельно надо всегда ставить. А сауну можно и совместно с домом. Да, скорее всего, да. Специалисты по баням и саунам, скажите нам, пожалуйста, как это можно сделать. Ну слушай, вот такая бонусная комната оказалась. Так что. Вот и тут сразу вышел в беседку, пожалуйста. Сразу веранночка, да. Ну, нагородили. Ага, не говори. А вот здесь бассейн можно поставить, выход там сделать. Ну что ж, нам интересны ваши комментарии. Дом, не знаю, как вам понравился или нет, но, честно говоря, земля это круто кому-то. Для Юлии не очень, потому что работы много. Но оставляйте ваши комментарии. У нас сегодня еще два объекта. Так что до встречи на следующем объекте. Всего хорошего. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok